Так, ну что, друзья, второй заход в то же самое здание на Кросс-стрит в Шантлине. И я хочу вам сегодня показать сразу две квартиры вот здесь, отремонтированные и переделанные из бывшей парикмахерской. Давайте пойдём и посмотрим. Фантастик. Yes, yes, yes. Jesus. And it's cheaper than that. It is, yeah. Yeah, one bedroom, one. One bedroom, it's one to nine, I don't know. And it's yours as well. Yeah. I've got one bedroom on the top floor, I can tell you. One bedroom on the top floor? On the very top floor. I haven't put it on the market yet, because I've only just, the decorator's been up there and decorated it, and the carpet has only just been replaced in it. The next thing we're going to do is put in a brand new kitchen. But if you want a top floor flat for 130, I'll set you the top one. Я это видео буду делать немножко по-другому для вас. И, конечно, у нас есть. Они стали понимать и сравнивать, что вот в Европе, например, те, кто бывал в Европе, и вот особенно в Азии новые новостройки. Я тогда в Паттайе, помню, поражалась. Там все оборудовано прекрасной сразу мебелью, и все это продается сразу вместе с мебелью. Да и в Турции, по-моему, точно так же, в Англии такого не было. А вот теперь тоже стали постепенно очень умные, предприимчивые люди, англичане, они стали тоже так делать. И вот эта квартира одна из таких, она полностью отремонтирована, понимаете, переделана была из парикмахерской. И теперь все здесь совершенно новое, и эта квартира продается сразу с мебелью. Вот это супер, видели, да, полностью оборудованная кухня. Ну и, конечно же, посмотрите, здесь бойлер. Вот бойлер, хотя и в комнате поставлен, но здесь вот он так зашит в красивом таком ящичке, или как сказать, типа какого-то шкафчика сделано, видите, и вообще незаметно. Это замечательно. Окна двойные, пластиковые, дабл глаз. И вот эта вот мебель, она такая обычная, не сказать, что уж прям вычурная такая, но смотрите, всего достаточно. Телевизор, мягкая мебель здесь, там обеденный стол мы видим. Здесь это комната типа студии сразу при входе со встроенной кухней. Эта квартира стоит 129,90, ну то есть 130 тысяч фунтов. И вот хозяин, который очень-очень такой общительный, разговорчивый, я вам потом покажу, он рассказывал буквально обо всем. Как он все здесь делал, как ремонтировал, как устанавливал вот этот бойлер с радиаторами, и как он все это закупал. Ну, в общем, это его бизнес. У него здесь еще 4 квартиры, а это вот риэлтор, тоже мужчина. У него 4 квартиры в этом доме, он мне предложил посмотреть еще одну наверху, точно такую же, потому что, к сожалению, вот эта квартира, она уже куплена. Ну и еще что радует, что все эти квартиры, вот как рассказал хозяин, он уже выкупил, и теперь они фри-холд. То есть он их отдает свободное владение, здесь у вас нет никакой длительной аренды. Вам не нужно никому уже платить за содержание. Ну и вот, как об этом рассказывает сам хозяин, очень интересно послушать. А ну, вы знаете, здесь есть еще на данный аренды. Мы в гости, очень много денег. Мы в гости, очень полезные компании. Это уже не будет. Вы не знаете, вы знаете, длительные вопросы? К сожалению. Да, это все так установлены. Потому что, по surprising sell-то? Сдел-то, сколько денег? Когда у вас, по-две, 80-поутб в месяц? Да, 960-поутб в месяц. Вкратце переведу то, что он сказал для тех, кто не знает английского. Он сказал, что вы должны платить 960 фунтов в год за иншуранс, за страховку здания и за уборку вот этой придомовой территории и всех коридорчиков и подъездов. Ну вот все нам объясняет, вы видите, сам хозяин, а риэлтор просто стоит, ручки сложил. Он мне передал брошюру, но в этой брошюре ничего не указано, она вообще слепая, там даже площади нет. Поэтому я вам площадь этой квартиры и не сказала. Ну, во-первых, почему? Потому что, как я уже пояснила в начале, ее уже купили. Вернее, она под предложением, как здесь это называется, потому что еще оформление документов, конечно же, займет какое-то время, месяца три, наверное. Но, тем не менее, уже ее никто не показывает, она закрыта. Просто мне повезло, потому что вот этот мужчина, он пришел сам все показывать и рассказывать. Я сейчас вам другую квартиру покажу, именно ради которой я сюда приехала посмотреть. И почему я и сказала, что как хорошо смотреть квартиру с мужчинами. То, что мужчины сразу согласились, когда я с ними начала хи-хи-ха-ха и делать массу комплиментов вот этому хозяину. Но я стала комплименты, конечно, ему делать за его работу, а не по поводу его внешности. Так вот, он сразу растаял и предложил мне посмотреть эту уже купленную квартиру. Поэтому, друзья, вот так скажем, да, нам повезло. Я имею в виду, что повезло нам ее увидеть, но уже мне не повезло, потому что квартира продана. Ах-ах-ах! Я бы эту квартиру, конечно, тоже сразу бы купила. Потому что, помните, мы с вами смотрели квартиру номер 2 на втором этаже. В этом же самом доме была эта квартира, которую я вам показывала прежде. Кто не видел, посмотрите опять вверху. Так вот, квартира за те же самые деньги, но там нужно полностью вам самим заниматься вот этим переоборудованием. И, несмотря на то, что она немного побольше, конечно, но я бы, например, предпочла вот меньше, но уже полностью сделанную. Купил, заехал и живешь. Вот этот вариант, конечно, он наиболее удобный для всех. И даже не нужно заморачиваться с мебелью, перевозить ее, покупать, где-то доставать. А здесь уже все готово. Так, ну и пошли смотреть вторую квартиру. Две спальни здесь. И тоже огромная открытая, как у них здесь называется, Open Lunch Kitchen Room. Вот она, 31 квадратный метр. Вот эта вот большая площадь. И посмотрите, как здесь тоже все здорово уже сделано. Вот мне показывает риэлтор встроенный холодильник с морозильной камерой. Здесь также плита. Здесь хозяин вот пришел опять. Он показывает, что очень-очень современная и удобная здесь стоит техника бытовая. И, значит, вот эта вот открытая Open Area, да, Ланч. Два окна. И вот здесь вот, здесь он рассказывает, что будет здесь стоять тоже телевизор. Точно такая же мягкая мебель. Уже как вам нравится здесь. Все вы расставите, конечно. Ну вот он говорит, что все розетки он все-все-все тут предусмотрел. И вообще, говорю же, что очень разговорчивый товарищ. Так, что касается здесь парковки, то здесь за парковку нужно дополнительно платить. Смотрим вид из окна на соседнюю улицу. И вот он мне показывает здесь точно такая же история. В углу зашитый бойлер. Новый, замечательный. Его совершенно не видно. Если не знаете, то и не найдете. Ну и мы пошли смотреть две спальни. Вот, смотрите. Спальни, к сожалению, маленькие. На мой взгляд, маленькие. Вот одна из них 2,97 на 2,5. То есть 7,5 квадратных метров. Ну, пока тоже без мебели. Но тоже обещают здесь поставить полностью мебель. Как объяснил хозяин, он поставит там шкаф-купе, двухспальную кровать и две прикроватных тумбочки. Ну и вторая. Сейчас покажу вам. Вот она. Тут же рядом. Вторая спальня. Площадь 2,70 на 3 метра. То есть 8,1 квадратных метров. Ну и как по мне, мне не понравились, конечно, эти две одинаковых спальни. Потому что это спальни для детей. Ну или как вот вообще их использовать? Мне непонятно. Лучше бы одна большая спальня была. Ну или если здесь предполагается семья, то это две спальни для детей и должна быть большая хорошая спальня для родителей. Я, например, это так понимаю. А эти две спальни вот одинаковые для кого? Кто может их использовать? Вот кому интересно купить эту квартиру? Сколько должно быть людей в семье? Мне непонятно. Ну, смотрим дальше. Здесь туалет с душевой кабиной. Тоже всё новое. Всё замечательно смотрится. Но она очень небольшая. Стоимость этой квартиры, я вам не сказала, 160 тысяч фунтов. Она также фри-холд, то есть вы должны платить 960 тысяч за иншуранс и за уборку коридоров и придомовых территорий. Вот так, друзья, я неожиданно показала вам сразу две квартиры в этом доме внизу. Вот показываю ещё раз этот дом. И мы были в квартире номер 10 и 11. Мужчина-хозяин, который показывал нам квартиры и который выкупил эту парикмахерскую бывшую, он вот очень успешный бизнес здесь, получается, организовал, потому что у него оказался во владении весь первый этаж, и он из него сделал 4 квартиры, как он объяснил. Ну и ещё одна квартира наверху на третьем этаже. Он мне её предложил посмотреть, но вот я не знаю, мы с ним обменялись телефонами, я не знаю, нужно ли мне смотреть ещё ту квартиру на третьем этаже. Она, как он объяснил, точно такая же по площади, как та первая. One bedroom. И по стоимости она такая же, но там ничего не оборудовано. Он не сделал там бойлер не установил газовый. И как он объяснил, что он не смог согласовать. Оказалось, что на третий этаж газ поднимать по трубам – это очень-очень дорого. Он сказал, что ему предложили 70 тысяч фунтов заплатить за согласование ремонта той квартиры. И он не согласился. Ну а мне она зачем тогда? Вообще вот получается очень интересная история, да? Из-за того, что такой разговорчивый вот этот хозяин этих апартаментов, он рассказал, а, наверное, потом и пожалел, что он рассказал, что невозможно на третий этаж провести центральный газ и поставить там бойлер. То есть только электрические вот эти вот storage heating. И я подумала, если такая сложность, значит, получается, что мне вообще нет смысла заморачиваться с той первой квартирой номер 2, покупать её. Я думала, что я смогу там что-то сделать и как-то её улучшить, установив там бойлер. Но, видите, оказывается, что здесь такие подводные камни, которые не обойти. Вот как получилось интересно, да? Есть проблемы такие, которых даже не подозреваешь. И вот как узнать, когда покупаешь жильё, об этих проблемах? Конечно же, вам об этом риэлторы не расскажут. Риэлторам самое главное – квартиру продать. И вот эти вот вещи – это просто поразительно, что я смогла узнать, что так будет трудно, если я покупаю ту квартиру. Вы понимаете, о какой квартире я говорю, которую я показывала за несколько дней. До этого мы с вами смотрели квартира на втором этаже, квартира номер 2, которая мне очень понравилась, с большой площадью и со сторадж-хитинг. Ну и получается, что мне эту квартиру, во-первых, не купить по той причине, что мне не дали кредит. Ну и, во-вторых, зачем она мне нужна, если там ничего невозможно заменить. Вот представляете, как бывает, друзья, да? Случайно я узнала такую серьёзную информацию. А ведь никому об этом не расскажут, когда вы будете покупать эту квартиру. И даже я сомневаюсь, что вам об этом расскажет силиситер, то есть адвокат, который будет заниматься документами купли-продажи, оформлением всех документов, и которому вы заплатите порядка двух тысяч фунтов за его работу. И если вдруг окажется, что вот такая вот вас ждёт там серьёзная проблема, то уже вы никому ничего не сможете доказать, что вам об этом было не рассказано и не объяснено. И придётся вам либо самой платить эти 70 тысяч фунтов, что немыслимо, в общем-то, либо уже так и жить вот с этим электрическим отоплением. Сказать по правде, меня так это как-то прямо очень сильно напрягло. Так, ну и что по поводу кредита? Как я сказала, мне кредит не дали, я пенсионер. Сейчас также выросли проценты по кредиту. Сейчас процент составляет до пяти. Это очень высокий процент по английским меркам считается, потому что несколько лет назад вообще был процент 0,1. Ну а сейчас он пошёл опять расти, и неизвестно, что ещё будет впереди. Так что для тех, кто хочет взять кредит, имейте в виду, сейчас кредит в Англии очень высокие процентные ставки имеет. Ну вот, друзья, я показала вам те две квартиры замечательных, которые я хотела сегодня показать. Что ещё я хочу сказать? У меня многие спрашивают, а как найти ваше видео, а как мне найти вот видео о недвижимости? Поэтому я ещё раз хочу, друзья, всем пояснить. Для того, чтобы найти мои другие видео, вы под моим одним из видео, которое вы смотрите в настоящее время, вы увидите внизу мой портретик в кругу. Вот щёлкаете дважды мышкой на этот портретик, и открывается мой канал, который называется «Жизнь на юге Англии». На этом канале вы можете увидеть все тысячи моих видео, которые расположены по порядку. Сначала новые, а потом старые. Ну и также по темам на канале можно в плейлистах найти видео по темам. Любую тему, которая вам нравится, вот мои путешествия, квартиры, недвижимость, магазины, супермаркеты, английские церкви, мои селфи-видео, и также много-много других тем, которые вы можете найти в плейлисте, открыть его и посмотреть все видео по теме. Я почему стараюсь так подробно объяснить? Ну, потому что всё-таки у меня зрители over 60, старше 60 лет, и не все, в общем-то, могут разобраться толком, как и что, и вопросы возникают, как мне найти ваши другие видео. Поэтому я объяснила, друзья. На сегодняшний день на моём канале подписано 78211 человек. Я всех приветствую на своём канале. Я очень рада новым подписчикам и моим постоянным старым зрителям, конечно же. Друзья, благодарю за просмотр этого видео. Пожалуйста, поставьте лайк, как обычно, те, кому понравилось. И, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вы думаете, и что, в общем-то, может быть, хотите ещё для себя прояснить. А я на этом с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя в это трудное время. Всего вам доброго. Всем пока-пока.